ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую всех парнях. Это был непростой, но запоминающийся сезон. Несколько месяцев баскетболисты команды Химки играли с соперниками разного уровня. За право быть лидерами турнирной таблицы игроки боролись с Уралмашем из Екатеринбурга, Динамо из Владивостока. Решающим стал матч с командой Темп из Ревды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итоговый счет финального матча 74-66 химки стали обладателями бронзы игр Суперлиги. Поздравлениями с успешным прохождением сезона баскетболисты обменялись с главой округа и по совместительству председателем попечительского совета клуба Дмитрием Волошиным. Медаль, конечно, бронзовая, безусловно, но она абсолютно точно для нас важнее многих золотых на сегодняшний день, потому что команда доказала, что можно в Суперлиге быть призером. И это немаловажно. Если баскетбольная команда, то химки. Глава Дмитрий Волошин отметил, сегодня наших игроков можно без преувеличения назвать визитной карточкой города. Цель была выйти в четверку. Мы ее перевыполнили, добились медали. Очень приятно, что на нас обратил внимание глава. По словам главного тренера команды Андрея Мальцева, третье место в Суперлиге – общая победа не только игроков, наставников, но и фанатов клуба. Это важно не только для спортсменов, а вообще для всех сейчас важно, потому что поддержать команду, которая два года назад стояла практически на крахе, на том, что она может закрыться. Благодаря усилиям очень большого количества людей, которые отработали эти два года, мы сейчас можем гордиться, я считаю, что абсолютно честно, можно сказать, гордиться и командой, и клубом, которые завоевали медали. Впереди небольшой отдых. На передышку у спортсменов есть всего неделя. И этого, говорят игроки, достаточно, чтобы начать подготовку к предстоящему сезону игр.